Внимание представляет собой чрезвычайно важную функцию нашего мозга. Известное заболевание внимания. В начале 20-го столетия венгерский исследователь Баллинг, клиенцист, обнаружил, что у больных с поврежденным правой теменной корой, он игнорирует противоположную половину зрения. В каком смысле игнорирует? Например, если ему дать образец перерисовать, скажем, ромашку, то он рисует лепестки только с одной стороны, а с левой стороны поля он не рисует. Если ему дать перерисовать циферблат часов на стенах, он все цифры старается уместить на одной стороне, а на левой стороне не умещает. Это получило название неглект в англоязычной литературе, игнорирование. Причем это не связано со зрением как таковым, потому что если проверить человека на периметре, то есть как у него все его зрение представлено, то оказывается, что у него зрение нормальное. Более того, это связано не только с таким наглядным представлением, но и с мысленным экспериментом. Если человеку, например, сказать, пожалуйста, представьте себе, что вы стоите спиной к манежу, опишите, что перед вами находится. То написывает, стоя спиной к манежу, написывает «Александровский сад», «Гостиницу Москва», дальше говорит, ничего нет. Вот такое заболевание расстройства, очень тяжелое расстройство внимания. То, что такие больные, они не могут найти свою койку в палате, они ее считают, по счету знают, скажем, пятая. Они не ориентируются на географических картах. Другое явление растормаживания вот этого непроизвольного внимания, что такое, то, что Павлов называл рефлекс, представлено у больных с поражениями от лобных полюсов мозга. Такие больные очень расторможены. То есть они реагируют на все сигналы, которые возникают. Там где-то звук раздался, открылась дверь, кто-то прошел. На все это они реагируют и в результате не могут сосредоточить внимание на, скажем, ответах на вопросы врача. Вот Александр Романович Лори, наш подающийся психолог, нейропсихолог, он писал по этому поводу, что с таким больным легче всего завязать диалог через третье лицо. Если он пригласит другого больного, которого нет таких нарушений, с ним разговаривает, тогда этот больной начинает реагировать на эти как бы посторонние для него слова и начинает в них участвовать в этих разговорах. А внимание вообще у человека ведь еще большая специфика вот с чем связана, что у человека фавиальное зрение. То есть он видит, но видя такого узкого лучика, значит, мы примерно видим телесным углом примерно не больше двух угловых градусов. Что это такое? Это вот на вытянутой руке, вот площадь этого, вот на таком, примерно метр, вот таким лучиком мы обследуем мир. Другое дело, что у нас существует периферическое еще зрение, которое мы дополняем этот мир. На самом деле, чтобы вот это вот таким узким лучиком все это обследовать, то для этого нужна еще глазодвигательная система, то есть специальная система сканирования, перемещения вот этого лучика, то есть движения глазного яблока, чтобы осуществить обследование окружающего нас мира. Существует такое заболевание, называется трубчатое зрение, когда происходит дегенерация периферической части сетчатки, такого человека сохраняется единица зрения, он может прочитать таблицу в кабинете офтальмолога, но вот эти больные представляют собой очень… они себя ведут как слепые люди. Вот когда он приходит в новую какую-то обстановку, он начинает интенсивно вращать головой, глазами, для того, чтобы вот этим узчиком проследить и создать у себя какое-то представление об окружающем его мире. А на улице он это не может делать, и он ведет себя как слепой человек. Ну, чтение, наше чтение текстов, скажем, оно тоже связано с фавиальным зрением. Очень высокое разрешение. Дело все в том, что если построить, скажем, глаз строил инженер современный, то он бы сделал равномерным, как вот в видеоконе, то тогда, если обеспечить равномерную остроту зрения по всей сетчатке, то простая арифметически показывает, что толщина зрительного нерва будет в полтора раза больше, чем диаметр глазного яблока. Значит, природа пошла по такому… Она сделала очень маленькую часть этой сетчатки с очень высоким разрешением и с цветом, но снабдила еще дополнительно движениями, благодаря которым мы сканируем. Причем это спрятано на уровень нашего мозгового ствола, верхних двуххолмей, там вообще мозгового ствола, то есть самый… Вот здесь вот пара медиано-ретикулярной формации, здесь стволовой генератор сакат находится. То есть на уровне нашего дыхательного центра, вазодвигательного центра, который определяет давление кровяное и так далее. И вот на этом уровне мы можем… Но включается, конечно, лобный уровень, это вот примерно вот эти области мозга, это наше произвольное рассматривание. Теменная, вот здесь вот уровень, на уровне теменной коры тоже есть, центр управления зрением. И вообще, вот согласно последним данным от исследований методами томографии, показано, что, по-видимому, в мозге надо различать две системы внимания. Одну систему переднюю, так называемую, связанную с лобными областями мозга, и заднюю систему внимания, связанную с непроизвольным вниманием. То есть мы… Внимание постоянное, но есть внимание, вот когда мы действительно вниманием, то есть контролируем его, и есть внимание, которое постоянно… Ну, например, вы едете на работу, например, видите огромное количество вывесок, рекламы, лиц, но вы этого все не запоминаете, но все время фиксируете все эти события. А вот встретили знакомого, и вы можете потом с кем-то поделиться, что вот я встретил там такого-то, такого-то. Это произвольное внимание. Вы это запомнили, вы это оперируете, у вас это отложилось в памяти, вы помните об этом и все. Вот. Поэтому функция внимания, она такая вот очень важная для мозга. Вонт, например, основоположник экспериментальной психологии, он говорил о внимании, как о концентрированном сознании. Продолжение следует...